Мы сразу же, администрация президента, заведующая отделом, заявила после этого инцидента, что Турции не надо было прибегать к таким радикальным мерам. Я считаю, что то, что Турция сбила российский самолет, конечно, это была громадной ошибкой, если не сказать больше, мы видим, что это оказалось бедой и для народа Турции, и для народа России. Потому что идет нагнетание ситуации. К сожалению, мы видим, что телеканалы и российские, и, наверное, в какой-то мере турецкие буквально временами впадают в какую-то историю и истерию. И я слышал сам, как зампредседателя Госдумы России заявлял, что надо сбросить атомную бомбу рядом со Стамбулом, чтобы смыло Стамбул. Вы знаете, мы на эту тему разговаривали с Владимиром Путиным. Конечно, я считаю, что решение сбить российский самолет было абсолютно неправильно. Во-первых, Россия отрицает, что самолет залетал на территорию Турции. Но даже если он залетал на 17 секунд, 17 секунд, и за это ударить ракетами по тем отношениям, которые выстраивались между Россией и Турцией 25 лет, это глубочайшая ошибка. Я знаю, что президент Турции сожалеет об этом. И, конечно же, мы очень хотели бы, чтобы все бы как-то и турецкая сторона пересилила свою ложную гордость или амбицию, сделала какие-то еще дополнительные шаги. И чтобы у российской стороны хватило мудрости все это простить. Потому что, вы знаете, ведь Россия, 30%, около 30% России, это тюркоязычное население. Это тюркоязычное население. И, если помните, вот первый год моего президента, многие смеялись над двумя словами. Мне пришлось привезти, сделать репутатное издание книги Академии НОЭК СССР о русских фамилиях тюркского происхождения. Тургенев, Аксаков, Есенин, Кутузов, Нарышкин, Шереметьев. Но это слишком много родства, чтобы все это разрезать. И, конечно, те, кто нанес удар по этому самолету, видимо, они не понимали, что фактически ударяет по тем отношениям, которые были выстроены за 25 лет. Но Россия уже сказала, чего она ждет от турецкой стороны. И я думаю, что турецкой стороне все-таки надо еще раз подумать. И все-таки признать неправоту. По моему мнению, это был неправный шаг, не буду скрывать. У нас в Кыргызстане даже в этом году были случаи, когда из соседней страны залетали летательные аппараты, нарушали наше пространство не на 17 секунд, а на часы. И тоже мы могли сбить. Но нам важнее мир все. Однажды этот сосед отчукается, я надеюсь, о мирном важнее всего. Поэтому я честно скажу, для меня, конечно, это горькая история. Потому что Кыргызстан сегодня является председателем Совета Сотрудничества Тюркозичных Государств. В следующем году мы будем проводить этот саммит, больше того, мы будем проводить игры кочевников. И не просто это для всех. Не надо думать, что тут пострадают обе стороны. В той же Турции несколько миллионов живет и татар, и казахов, и киргизов, и туркменов. Поэтому, вы знаете, я всегда придерживаюсь одного принципа, главного для меня, что самая хорошая война, самая хорошая ссора, она лучше, хуже самого худого мира. Иногда надо что-то перетерпеть, иногда надо сломать себя. Мне это часто приходится делать, но это важнее.